В этом году у нашей семьи юбилей, 10 лет брака. Познакомила моя родная сестра нас. Благодарна ей за это. Выделитесь рецептом вашего семейного счастья. Взаимовыважение и слушать и слышать друг друга. Российский семейный праздник – День семьи, любви и верности – официально отмечают 8 июля. Но в Саранске праздничные мероприятия начались на несколько дней раньше. Символом этого дня является очень нежный и красивый цветок – ромашка, в честь которого и было дано название праздничной программе. Издавна еще с Руси он является символом любви и верности. И, конечно же, мы этот символ также поддерживаем в рамках нашего мероприятия. Начиная с оформления праздника, и ромашка, которая является федеральным символом данного праздника, она у нас тоже присутствует. И сегодня ромашка у нас есть везде. И живая, и нарисованная, и из шаров, и в разных-разных интерпретациях. На фестивале каждая семья смогла найти занятие по душе – завязать на память ленточку на дереве желаний, продегустировать ароматный травяной чай, сфотографироваться с ромашками и сделать цветок самостоятельно. Я делаю пряник имбирный, чтобы он был вкусный и красивый. А в форме чего у тебя пряник? Ромашки. А почему ромашка? Потому что символ праздника. А знаешь, из чего пряники делают? Готовят? Да. Какие ингредиенты туда входят? Расскажи нам, пожалуйста. Яйцо, мука, соль чуть-чуть, сахар, имбирь, мука и вроде все. Для маленьких гостей фестиваля работала зона с аквагримом и сладостями. Также здесь можно было приобрести на память сувенирную продукцию, изготовленную мастерами республики. Привезла такую продукцию, которая тоже подчеркивает роль семьи. Это вот семьи котов, семья котиков. Потому что котики всегда рулят, вы знаете про это. Есть у меня желуди, которые тоже растут только всегда вместе. У меня растут дома, теплые дома, посмотрите. А теплый дом, это там дом, где есть свет в окне, где тебя ждут. Поэтому я считаю, что вот этот праздник, он нужный, важный. И я постаралась в своих работах отразить вот это настроение. Анастасия Суркова, Александр Дзюзяев. Наши новости.